здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника и я снова рада с вами встретиться на моем канале посвященном американской винтажной бижутерии сегодня я хочу показать ну будем сами сегодня разбирать у меня вот такая коробочка с украшениями не знаете как ее показать она большая и тяжелая ну поверьте мне слава к жени здесь много интересны это еще коробочка которая мне досталась подарок на день рождения тогда если вы помните там много чего мне перепало но что-то у нас там какие-то другие сами возникли планы мы чем-то другим занимались и она вот как бы под затесалась и честно я даже я сама еще не смотрела что там вот а начать показ хочу с вот такой чайной пары это англия 60 безумно тоненькая тоненькая тоненький фарфор да он костяной фарфор приятный такой оттенок плюс по золото просто представляете что вы пьете по утрам кофе из такой чашечки это очень приятно чашечка коллекционная понятно что как бы таких найти не просто так и по как это же послание по сложившейся традиции я повторяю что все украшения которые украшения посуда если я показываю мне еще есть щелк винтажный это все можно приобрести на в моем магазине на ebay это единственная именно не как это называется он онлайн платформа платформа моя где онлайн можно приобрести мои украшения там и так далее так ну я предлагаю начать потому что у меня уже глаза разбегаются я уже вижу что безумно красивые вещи это люцит но он так безумно смотрится просто безум когда безумный люцит каждая бусина зафиксирована на своем месте но это красиво потому что вот так на шейку в дворе да сейчас летом и она легенькая достаточно такое знаете очень приятные обтекаемые бывают украшения красивые но ты одеваешь меня даже такие есть это одеваешь но они настолько некомфортные какие-то там видно ли острые углы или что такое некомфортных носить а это прямо просто прелесть и вот я достала еще одну прелесть я уже вижу что это прелесть что это просто красотишешно красотивышно красавишно так я просто вижу что здесь есть какой-то шилдик я начну с него а это компания лофт рассказывала я вам неоднократно о ней значит что здесь здесь три ряда красоты секундочку хочу я выложить чтобы вы могли так сказать насладиться в полном объеме но оно такое минус этих украшений что их прежде чем надеть надо покрутить или как-то так хранить кстати расскажите как вы подобного плана украшения храните просто вот я например те которые я ношу вот непосредственно то есть не носишь да все сразу одновременно я бы от переду мне там то хочется поносить то и вот такого плана украшения которые я ношу я их аккуратно вывешивая это забила несколько воздей стену и аккуратно вывешивая вот так вы знаете уже выложены вот я сейчас уже сколько потратила до времени я так и не выложила это все то есть это все на каждую каждую кристаллинку надо перекрутить вот но когда ты это сделаешь и оденешь на шею это будет очень-очень и очень знаете таких багряно-фиолетово-розово-каких-то даже коричневатых тонах такая интересная цветовая гамма причем начинает формироваться от светлых фактически тонов да и центральная часть насыщенные яркие темные безумная вещь так дальше я думаю что наверно не менее безумная натуральный жимчик очень люблю я на я люблю натуральные материалы кто у меня давно смотрит тот знает это особенно все что все что такое знаете речное морское океаническое я люблю перламутр я очень люблю жемчуг я очень люблю шелл это как оболон ну вот эти разновидности оболона и так далее это все бери найс фами такой есть обычные жемчужные барочные тонированные но это все натуральный жемчуг так а это а это а это я думаю что кошачий глаз наверно или тигровый глаз или как он там он еще на можно называться улекси там что-то такое собрано не очень я бы перей пересобрал пересобрала крестить ну сам материал красивый но собрана наши чем-то проставиться потому что как-то так совсем печально так у нас коты вообще до последний как-то вот месяц заметить их пересмотрите видео на столько котов просто на удивление хочу посмотреть маркировочку я думала что джей джей но нет не маркированный котик котик абрамотик висит такой на этом самом на веточке на сучке да может выпал из окошка ну или что-то в этом духе такой печально такой печальный котик так еще один люцид просто кейт хейнес достаточно интересная застежка я вам хочу сказать металлическая не за может быть она все серебро посеребренная надо попробовать и почистить потому что ну так как бы явно вот эта неоднородность я думаю что она сотрется вот а дальше обалденные люцидовые бусины просто сказка но тоже очень прошиво собраны то есть дизайнерские все дела ну почему не не чем-нибудь не проставить да потому что когда бусины вот так вот одна на одну наезжают и ну как бы смотрится простовато немножко надо как как говорила когда-то одна моя приятельница ника любит все с кандибоббером я не знаю вообще что значит это слово и какое оно имеет происхождение ну я так понимаю что кандибоббер это что-то это что-то нестандартное или необычное необычное вот это тоже it's my life это горный хрусталь раненый у меня несколько самой я ношу эти украшения это очень старенькое украшение судя по фурнитуре тридцатые сороковые но это не изнашивается понимаете это как это так выглядит вечность так выглядит вечность так следующее это так называемый термопластик причем посмотреть какие интересные звенья пластиковые пласти пластика звено чередуется с металлическим и это что-то у нас хорошее хорошо я вспоминаю когда когда звучит слово хорошее мы когда-то ехали в отпуск ну моей свекрови очень непростая судьба была вот и она такая женщина ну как бы экономная причем она экономила экономит царство небесное умерла уже экономила не только там свои какие-то там сбережения но и как бы наши пыталась сэкономить чтобы мы там лишнюю копейку не потратили в том числе и на нее я что привести она говорит ну что-нибудь хорошее и не дура так давайте посмотрим что это у нас это у нас лиснер старый добрый лиснер в термопластике это сейчас мастер так а вот что-то такое что-то такое от компании на пье посмотрите что это это же просто неимоверно что-то крупные такие бусины это пластик понятное дело проставлен красиво красивая фурнитура эффектная вещь я думаю что это 60 я думаю что это с тех пор причем самое что-то подобное похоже у меня у тетки было очень такие украшения было похоже так а вот это какая красота какая красота но это я думаю что не очень винтаж думаю что это где-то наверное 90-е может 80-е это компания вот у меня плохо с памятью имя какое-то там по-моему две буквы используется в названии но что-то я как-то не могу ее запомнить она как бы на самом деле в носке встречается эта компания очень редко вот она как бы на каких-то разборках попадается периодически но так чтобы люди это носили я это вижу очень редко поэтому тяжело запомнить но тем не менее достаточно весомая интересно сделанные металлические цветы я думаю что это она коротенькая я думаю что это будет очень эффектно смотреться мне так кажется мне так кажется ничего не показываю на этой неделе отремонтированного было некогда у меня появилось еще одно очень такое важное занятие я чуть позже вам о нем расскажу следующее украшение тоже невероятной красоты я хочу просто поближе показать это перламутр натуральный стекло с жемчужным покрытием бусина металл и все это красное в серебряном тоне фурнитура это просто бомба ракета петарда особенно вот эта бусина такая вообще сказка сказка присказка так я хочу сейчас чтобы все не это самое не перепуталась у нас чтобы не перепуталась у нас так брошечка без подписи ну очень симпатичная металл покрытый эмалью матовой розового цвета и под золото основа с красивой брошировочкой такая вещь так дальше брошечка от компании Мне это так называемая траурная брошь викторианского периода викторианский стиль как хотите это черное стекло граненое черное стекло черненый металл тоже вещь козырная так следующая брошь я думаю что это 50-60 здесь кристаллы АБ жемчуг красивезная брошировочка должна быть маркировка потому что такая вещь очень солидная но не вижу красота и вот в таком же стиле я не знаю они вот рядом может их кто-то как-то пар наносил что ли здесь тоже нет и очень похожая да и брошировка похожая и стиль исполнения и даже кристаллы похожи я думаю что одна фирма тоже жемчуг кристаллы АБ и безумно красивая брошировочка в золотом тоне красота к ясота так это что-то у нас такое это тоже вот эта компания которая я говорила и я тоже думаю что это не винтаж я думаю что это 90 может быть даже двухтысячный но вещица прикольная ну то есть собственно как не винтаж все равно эта вещь достаточно старая это не не сейчас то есть ей больше в любом случае там 10 15 лет может быть даже 20 25 но не более того такое покрытие шиммерная вставочки стеклянные на удивление я думала пластик снейк цепочка ну имеет место быть скажем так так следующее украшение гематит бусины либо в серебряном тоне либо серебро стекло граненое ну тоже красота я вам хочу сказать даже просто ее же не стыдно эту вещицу одеть извините меня так дальше у нас есть какая-то мелкая штучка ее даже отсадили в отдельный кулечек потому что маркировочек тут нет очень тоненькая очень нежненькая цепочка с очень красивым розовым кристаллом на кулоне скорее всего свороски потому что сверкают причем вы это видите в сиреневатых оттенках а я это вижу ярко-розовым так положу назад в кулечек потому что такое такое нежное еще еще в кулечек у нас тут кое-что есть тоже давайте посмотрим так очень похоже что это маркзиты маркзиты похоже что это серебро и вот тут да есть проба серебряная вещичка такая колешечка хорошо хорошо и приятно так дальше украшение которое наверное я буду разбирать разбирать я на него просто уже сейчас смотрю значит тут красивая конечно застежка и даже тут она маркирована лис бернард а так это не так все просто еще надо подумать разбирать ну длинная из пластиковых граненых мелких мелких бусин многорядное украшение и не знаю что как его может быть как-то вот так типа два ряда как чокер на шею тогда еще а так конечно просто ну если вот в один ряд оно почти до пупа в общем надо будет подумать над этим украшением надо будет подумать дальше дальше мой любимый перламутр но я не люблю такую тонировку конечно я такие такого плана тонированные очищаю я девочка девочки когда-то спрашивали я замачиваю в растворителе и вот эта краска она просто отходит а шелл есть шелл никуда не денется же вещь очень красивая но вот эти вот оттенки какие-то дурноватые розово-желто-оранжевый бред так ой какая красотища тоже маркированно сейчас я посмотрю кто это у нас это кто-то у нас хороший кто-то насильно хороший так куда куда я уже делала я здесь вам показываю в процессе у меня все потеряется такое ощущение что это барабашка из под рук выхватывает то это увеличительное стекло то еще что-нибудь так где я где-то видела маркировку уже не вижу а вот сейчас сейчас не я не рассмотрю ссорим ссори очень мелко очень мелко покажу сейчас может быть если в камеру сделать скриншоты увеличить ну собственно я так я так и поступаю но сейчас я показываю вам поэтому у меня возможностей нет потом я разбираюсь с этими украшениями делать скриншоты и увеличиваем но это тоже красота филигранная работа ну вот умели же делать ну блин ну ё-моё я столько лет занимаюсь винтажом но я не перестаю этим всем восхищаться дальше брошь я думаю что серебро и вот это похоже что бакелит как проверить бакелит меня девочки спрашивали рассказываю берете ватную палочку мочите в так ага подождите секундочку ВСЛМ помните я вам рассказывала очень редко встречаются украшения компания проработала всего несколько лет что-то о них там не задалось но украшения у них реально классные были такой вот локет ну за время работы моей ну раз уже наверное пять попадались эти украшения так я не договорила и обычная байкер сода влажной влажной палочкой ну этой господи вата катон вата в соду и потереть украшения если появляется такая характерная желтизна я себе его не застегну вот я думаю просто можно представить он такой знаете лаконичный но смотрится очень так дорого я бы сказала хорошая вещица так что это это что-то сложное сложное что-то сложное так маркировочек я так понимаю нет три ряда асимметричное украшение секундочку сейчас выложу красиво смотрится я уже вижу что неплохо так будет с одной стороны цветок с другой стороны бусины здесь женщин мячужным покрытием стеклянные бусины металлические ну конечно вот этот цветочек очень даже очень с кристаллами знаете эффект дымчатого кварца вот такое что-то это стекло так а вот интересные такие серьги это керамика тоже какие-то дизайнерские ручная работа явно но нет подписи не подписано мы сами не узнаем кто это надо делать и у меня тоже меня упрекают в том же в том же мне говорят что вот у тебя там есть у меня вязаные есть продажи изделий косметички делаю там украшения мои кто давно за мной наблюдает те знают но кто не знает покажи вот допустим это брошь это it's my work вот такого плана и украшения делаю и тоже говорят что нету нет маркировки тоже то я сейчас озаботилась я хочу да заказать со своим именем какие-то шилдики что-то такое потому что ну вот реально я возмущаюсь что я не знаю автора украшения так здесь маркировочки нет хотя ожидалось джей джей но нет но это садоводом садоводом любителям лопата тут пожалуйста тебе и лейка и букет цветов и все на свете так дальше стекло ой какое красивое длинная нить длинная нить очень длинная нить длинная нить очень длинная нить это компания white house black market рассказывала тоже я о ней стеклянные граненые бусины пронизанные бусинами серебряного тона вот ну это наверное нет почему это наверное можно и как длинное украшение носить может быть знаете как там как-то так да допустим вот можно чем-то таким у меня только здесь под рукой розовая есть но все равно можно попробовать этот клип для бус можно перехватить им надо какой-то нейтральный здесь под руку подложить потому что у меня под рукой видите только вот так допустим да да как-то так ну некрасиво да я понимаю розовая с черным вот можно наверное в несколько рядов я думаю что даже здесь ряда наверное три будет на шею да я думаю что да легко вот такой трехрядные вот это вот такой мне вариант даже больше всего нравится бусины конечно бомбические в среде ближе покажу сверкают и играют так так теперь что еще у нас здесь у нас есть еще перламутра фурнитура под серебро а вот этот пластик почему они такой красивый перламутр почему они такой красивый перламутр с пластиком да скомбинировали я бы его скомбинировал конечно с со стеклом или с хрусталем и оно бы смотрелось намного дороже так брошечка с кристалликами в серебряном тоне только это штамповочка лёгенькая такая но интересный очень кристалл и голубые и такие и всякие так дальше дальше лист клейбран цепь тоненькая и три ряда центральная часть три ряда безумного стекла стеклянные украшения бусины арт стекло так называемые а вот это кстати люцид красивый такой тут комбинация стекло и люцид красивый коннектор и эффектные такие так дальше что дальше готовимся к новому году тоже маркированная ну так мелко они пишут девочки иногда возмещаются но понимаете тут вопрос чем я могу как бы готовиться к показам и заранее это все не не могу прочитать не вижу заранее все это я могу как бы перебрать разобрать и так далее но не будет эффекта неожиданности поэтому большинство из вас я знаю любит когда мы открываем сами вместе и распаковываем красивезная вещица конечно такие натуралистические шишечки присыпанные снежком вот знаете горе всегда всегда мы хотим того чего нам не хватает чего у нас нет вот допустим да если что касается волос у кого волосы прямые те хотят кудрявые у кого волосы кудрявые те хотят чтобы были прямые летом мы ждем зим зим зимой мы ждем лето и так мы все время находимся в состоянии ждания пытаясь найти за а вот застежка это роскошное украшение арт-деко серебряный тон кристаллы кое-где какие-то потухшие ну что вы хотите украшение имеет достойный возраст поэтому конечно 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 же может быть все что угодно так здесь у нас что это у нас это у нас эйван и тоже вещица роскошная достаточно такое аполитовое стекло красота красота а вот какая красота но повыпадали центра блин интересно что здесь было серьги на винтах стрюсенькие тоже маркированы попробую я попробую еще еще здесь попробую посмотреть так секунду куда я уже уже куда-то притулила увеличительное стекло и не вижу у меня здесь просто на столе много всего и а вот сейчас глянем может быть здесь удастся что-то рассмотреть ну в любом случае это не не какой-то бренд который на слуху вот украшение конечно очень красивые ну серьги но отсутствует половина периферических вставок и нет центральных надо подумать что сюда вставить ну конечно же я это все приведу в состояние состояние носибельности ну ой мама дорогая ну надо будет подумать как это посмотрите на это же просто невозможно и тоже нет ой как жалко вот попробуй его ли такой найди с эффектом а-б-кристалл ну ё-моё красота какая просто 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 тоже требует ремонта конечно так дальше что у нас дальше дальше у нас колье кстати такое достойное достойно эффектное в стиле кортье матовое серебро и глянцевое золото чокер я думаю что на шейке это очень эффектно смотрится такая коробочка застежка но на удивление не тоже как бы просится что оно должно быть маркировано но маркировочки на удивление нет так дальше дальше шетланка здесь нет маркировок но их там два или три бренда всего шетландские это броши они вставляют натуральные камни и вот стиль такой стиль стандартный для так следующая у нас красотка от саркавентри это и подвес и скажите мне брошь утрачена одна жемчужина но в принципе но это не локет я думала что это локет но в принципе как бы состояние отличное монолиза вот кто любит монолизу пожалуйста подписывайтесь на мой канал не жадничайте пишите комментарии потому что это все очень для меня важно я когда вы пропадаете перестаете писать я у многих из вас уже узнаю вот я начинаю расстраиваться я начинаю думать что все же вам не нравится вы ушли ушли на другие каналы обалденные серьги дымчатого кварца такого цвета кристаллы безумные безумные красоты у нас это коробочка так дальше что это это браслетик это знаете я не знаю вы видели такую застежку шпингельная но отжимается нет это язычка отжимного старенькая тоже старенькая и вот такая вот подвесочка интересная так и последнее на сегодня украшение которое мы с вами посмотрим ой тоже красота колье в бизелях шпингельный замочек тоже это то что надо то о чем я говорила надо выложить его вот так оно наверное должно быть да вот и когда ты это украшение выложишь красиво на шею тогда так сказать ты получаешь тот эффект который который нужно получить и он называется эффект вау ну вот на сегодня и все пишите не пропадайте я очень жду ваших комментариев пишите свое мнение по поводу того что вы видите вот ну а я с вами прощаюсь до следующей недели всего хорошего хэгудай бай бай ваша Ника